Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Вопошаду, и мы на фасткапе 17238, которая является, по сути, открытой квалификацией на Pro League, где у нас встречаются коллективы аниме-аллакрити-гейминг, которые будут играть за Reddit, и No Dazzle за Dire. Это у нас финал, и разыгрывается слот в закрытой квалификации в Pro League, так что эта игра достаточно важная для обоих коллективов, но также тот, кто проиграет, по сути, будет еще иметь три шанса на то, чтобы пробиться с боем в эту закрытую квалификацию. Ну и что же у нас тут в игре? В баны отправились Stinker, Shadow Demon, Jagger, Beaver, Underlord и Visage. Интересные баны, особенно если учесть, что тот, кто забанил Shadow Demon, сам же Луну и взял. Ну и при этом еще добавили сюда Омника. Ну, в принципе, Луна будет очень серьезным противником, под репелом ее будет сложно пробивать. Оппонент, в свою очередь, приобретает себе в пик Дизраптора и Некрофоса. Два очень сильных нюкера, но вопрос, как они станут по лейнам. В предыдущей карте Некрофос был на роли саппорта, здесь ситуация может измениться. С Лордар приобретается Аллакрити-гейминг. Интересно. Сюда сейчас можно любого физдамагера брать. Это может быть Элайфстиллер, это может быть Фантомка, Темпларка. Кто еще со Слордаром круто заходит? Жаль, только Видера нету, было бы совсем весело. Вообще, любой физдамагер со Слордаром идет великолепно. Тут же Драгонает, он и плотный в миде постоит, и при этом сплошь уроны, рейнджовый и физдамагер, в конце концов. Ну и в какой-то дикой перспективе он будет еще более плотным, и Луна его с руки вообще прошибать не сможет. Так, также в бан у нас отправили Сларк и... И-и-и. Да ладно, Вайпер? Серьезно? А кто у нас мешает? Кому, вернее, мешает Вайпер жить? Свен какой-нибудь? Лайфстиллер? Нет, все-таки Лайфстиллер, действительно, потому что его ультимейт пошибает. БКБшку замедляет, бла-бла-бла, все делишки. Но это очень хорошая комбинация к Слардару. В принципе, пик оправданный, и сейчас осталось пикнуть какого-то мидера. Спелдэм уже хватает. Ну да, какой-нибудь может действительно темпларочку. Будет совсем красота. Особенно, если она вывезет себе Хьюрикейн Пайк. Коррозив Хейз, Хьюрикейн Пайк и 4 удара в спину просто. Будет достаточно простой фраг. Единственное, что у меня Найт будет сейвить от этого всего нехорошо. Одна его ульта может просто переворачивать практически любой замес. Такие пироги. Сэнд Кинг у нас для команды Ноудазл и Инвокер. В принципе, интересная комбинация персонажей. Пуш-потенциал есть за счет того, что есть Луна и есть Инвокер со своими форжами. И у меня Найт, который позволит этому пушу на пофиг стоять и, собственно, сражаться с мышками. Какими-то спеллами отспамиться не получится. Да и подкилит, если что. Сэнд Кинг как инициатор неплохой, с маленькими откатами на всех способностях. Так что можно говорить о том, что они драки будут готовы принимать постоянно. Единственная проблема это лайфстиллер с его рыджем. И с ним надо будет как-то считаться. И Омнику не подставляться под дезераптора. Вот такие пироги. Но это будет сложно реализовать. Хотя, может быть и не так, чтобы уж очень. Репел дал, отошел куда-нибудь в сторону покурить. Откинулся, потом парификация. И ждешь пока откатится репальчик. Так, ну что, последний бан. Венго отправляются от команды Алакрити Гейминг. Ну да, зло. Кого же вам стоит забанить? Может быть даже какого-то эмбера? Это вряд ли он тут зайдет. Вот шторм, да, тоже хороший инициатор и при этом дэмэджи много вливает. И очередная комбинация к лайфстиллеру. Что немаловажно. Не знаю насчет эмбера, он вряд ли тут появится. Но темп ларочка мне очень нравится. ДК очень нравится. Хотя против инвокер на ДК... 5 секунд remaining. Ладненько. Хотя, вчера я видел игру, где просто взяли двух плотных персонажей, это лайфстиллеры и драгонайты, и играли постоянно... Ну, вернее как, не постоянно. Они сначала формили-формили, выформили плотные артефакты, и потом просто шли давили. Их просто нечем было сносить. Майн-керри был медузой, и что ты хочешь этой медузой делать лайфстиллеру и драгонайту. Даже под ультимейтом ничего не получалось. Здесь можно попробовать реализовать похожую штуку. Взять еще одного плотного персонажа, есть лордар, юркий такой инициатор, урыватор, и при этом достаточно плотный. Лайфстиллер, у которого тоже же хп будет достаточно много, и свой встроенный рейдж. Еще один какой-нибудь драгонайт, и вообще попробую убить эту комбинацию. И все это при том, что некрофос будет подхиливать. Вообще шик. Но кто его знает, что сюда зайдет? Вильтер Виверна. Опаньки. Они что-то знают, походу. Что мне не кажется, что эта Виверна просто так была взята? Интересно. С какой логикой они брали? В лайфстиллера под рейджом давать? Ну хз. Если Лайфстиллер нажмет рейдж, но при этом Виверна после этого ультанет, Вильтер Виверна просто убежит. Не убьет никого из своих союзников. Визераптор Некрофос тоже не особо дамагер из лордар. Тоже не сказал бы, чтобы сильно много дамагер с руки вносят. Серьезно, с какой целью Виверна пикнута? Спасать от лайфстиллера кого-нибудь? Такой у них умник для этого есть. Странно. Очень странно. Вот все до Винтер Виверна мне нравилось. Виверна как-то несколько поломала мое мировоззрение. Теперь я даже не знаю, что они планируют делать. Я думал, сейчас зайдет плотный персонаж. Будет там бегать, что-то гонять. Логр какой-нибудь, ну взошел бы великолепно. Просто великолепно. Снайпер! Будет стоять с огромного рейнджа отпушивать, еще молнию купит, еще и клонов сможет спокойно гонять. Мне пик Аллакрити Гейминг нравится несколько больше. У них и хорошая инициация есть, и подхилл неплохой, и саппорт имум очень мощный, в плане способности, и у них есть снайпер. Легкий пуш. Ну как легкий, медленный, но пушить можно вообще с огромнейшего рыжа. Ну и что, переходим мы собственно к игре. И наверное представим коллектив, пока они все не разбежались. Аллакрити Гейминг. Играют у них Кира на снайпере, Кьюви Макс играет на Лайфстиллеры, Бестиара играет на Слардаре, Левенус играет на Рикрофоте и Салваш на Дизрапторе. Команда Анима Аллакрити Гейминг. Их оппонент. Ноу Даззл. СК играет на Омни Найти, Найс 123 Рус играет на Инвокере, Триточкин на Сенткинге, Куку Девил Дарки играет на Винтер Виверни и Сильвер на Луне. Команда Ноу Даззл. В закупках я пока ничего интересного не вижу, за исключением Рейсбэнда на Инвокере, но это явно выход в аквилку. Не знаю, я как-то не особо фанат аквилок на Инвокерах, да и вообще на любых интовых персонажах. Когда-то была мода даже на ВР-ку закупать аквилку, когда она в мид ходила. Как-то я не считал всегда хорошим мувом. С одной стороны, да, дополнительные статы, но ради 3 силы, 3 инт и 6 ловкости, ну не знаю, 500 золотых тратить. Уже, наверное, лучше купить барабаны, ну, брейсер и выйти в барабаны. Они инт и больше дадут, и раньше давали хп-реген, теперь мана-реген, мув спид хоть какой-никакой, а так спид, то есть комплексный артефакт. Но это сугубо мое мнение, в конце концов, ему так удобнее играть, почему бы и не закупаться. Лайфстиллер у нас тут может подстрять, если сейчас этот смокганг как-то удаст. Однако, кто должен его по сути цеплять? Замедлить должен Бернам Виверна, получит бим от луны и сверху накрыть станом Скорпа. Наверное, как-то так это нужно выглядеть. Нет, первым подставится Некрофос. И атака. Отлично, подкоп от Скорпа, Мунбим, также прилетает, префикейшн, не отпустят, скорее всего, еще надо пару ударов сделать, и хватили демжи, да, прилетает Мунбим, и отлично. Ферстблат для Луны, Луна просто сразу сделает ТП на топ, будет набирать там руну. Каким на тоненького хватило Мунбим. Ну и отличный буст по итогу для нее. 300 золотых плюс руна. 400 золотых вот просто из ниоткуда. Ну и если она сейчас принесет себе рингов протекшн, то все остальное на лане сможет для акрилки закупить. Или ТАПа купит сейчас. Тоже для того, чтобы бегать с лордаром, пытаться его забирать. Вполне хороший вариант. Как тут у нас с крипчиками? Крипчиков подступили немножко. Ну да ладно. Снайпер уже первого крипа заданил. Второго. Еще одного забрал. Дедрактор пришел в виде гонять Сенболкера. Отличное начало. Луна стоит 11 против Свардара. Интересненько. Виверно, конечно, подтягивается, однако у Луны Маны пока нету. Поэтому погонять не получится. Виверно со своим Арктик Берном пока не особо сможет что-то сделать. Так, у нас Луна реально страдает просто. Еще один станчик, если Свардар накинет, то Луна будет вынуждена отойти, похилиться. Виверно, просто от крипов практически отъехала. Нагло. Но теперь Свардар уже будет чувствовать себя более уверенно. Потому что саппорт так подставляется. Скорб. Но есть подкопать, поэтому вряд ли вы тут смогут забрать. Тот патрулирует Дезраптор. Все маны тратят на то, чтобы Гринвокеру хоть что-то сделать. Он, кстати говоря, прокачал вексами квас. Поэтому нахилиться он не сможет. В том деле, достаточно странное решение. Вот сейчас саппорт бегает, гоняет. Хочнуть квас. Полтора хп регена за каждый шарик. Утого четыре с половиной хп в секунду. Почти половина тонгуса слопанного. Хотя у него своих тонгусов куча. Закупился. Видимо, что-то знал он про этого Дезраптора. Окей. Пока что терпит. И черт с ним. Правда, по крепам проседает. У него три, а у снайпера восемь. Скорб, как у тебя делишки. Второй уровень есть. Уже даже практически есть третий. Подкоп по Некропу. Супрификейшн. Отлично. Но добить вряд ли получится. Контр-инициация в Скорбе. Есть open lounge. Но добить тоже не получится. Это слишком мало урона. Посмотрите, что этот умник делает. Еще одна секунда. Будет прификейшн. Вот он. Еще одного удар. Не хватает. Подкопаться Скорбун, он и нету. А жаль. Гоняют тут друг друга достаточно усердно. Рофлики про бомбу. Это да. Так. Снайпер. Ну, в принципе, прокачка тут достаточно стандартная. Блин, бедный инвокер. Вот. Что не игра, то у инвокеров пытаются загнобить еще в начале игры. Диздраптор смещается и по итогу к Слордару. И зачем? Оба персонажа без маны, без хп. И на что они тут рассчитывают? Получить по третьему уровню? Так. А, кстати. Сейчас получат по третьему. Пойдут слопают шрайн. И вернутся. Попробуют забрать виверную или луну. А? План Капкан. Отлично. Диздраптор уже пошел, говорит. Слордар, догоняй. А нет, он просто отпулить решил. Познава-то. А чё, крипы так рано развернулись? Ладно. Так. Так у нас атака на бедненького лайфстиллера. Он не успел прожать рейдж. И грызть кого-нибудь нет? Четыре секунды до упал. Так, отлично. Омник страдает. Сейчас прожать рейдж нужно, иначе. Прорификейшн есть. И лайфстиллер уже, скорее всего, отъедет. Ещё по удару сбросится. Отлично. Есть фраг. Ещё и замедлили некропоса. Но он отхилится, пытается ездить. Танчик есть. Отлично. Даббл для скорпа. Вот этот даббла уже сколько раз даже нави показывали, как этим персонажем играть. К нему, когда пикается омник, это почти непобедимая хрень. И всё равно их игнорируют. Диздраптор на топе бегает. Некрофос, который один сюда приходит, пытается наглеять. Не понимаю я этого. Это реально слишком сложно. Ладно. Диздраптор, как это делишь? Почти четвёртый уровень. Тапок есть, синтрулька. Вроде бы неплохо. Рэксбэнды полукладывал снайпер. Чуть-чуть обузит. Так, подкопали в очередной раз лайтстиллера. По хп потерял. Теперь нету хапманы на подкоп. Можно попробовать забрать лузу это. А с энтри нету. Он просто в песке закопается. Серьёзно? Ну, минает. Рядом патрулирует. Есть репел, есть purification. Ну и что? Теперь атака будет на диздраптора. Нужно подкоп делать. На подкоп там маны нет. Хотя четыре стика можно бы и слопать. Вообще, по-хорошему. Слопал стики, подкопал диздраптор. Диздраптор будут с руками пытаться добрать. Диздраптор отъезжает. Отлично. Омник. Хватит лимоны на purification две секунды? Нет. Откат. Ну и что? Тут размен идет по хп. Разбежались по итогу. Размена один в один. Ну и ладно. Упаньки. А там на топе сварда разъезжает в попытке забрать луну. Но он был близок, кстати. Даже очень. Сколько он подарил золотишка? Так, ну это смесь какая-то. И нету фрага, собственно, на слордаре обида. Да ладно. Снайпер забирает лунуки. На каких крополях выжил 11 хп? Окей. У нас тут на лайфтилера готовится. Очередная атака. Подходит омник. Ману себе зарабатывает сенткинг. Раз ударчик подкоп. Отлично. Практически пол хп снес. Стиков правда нету, поэтому маны на второй подкоп не будет. Рррр. Луна тут, к кстати, все так же стоит. Я подхиливаю потиху виверной и слордар что-то вообще не тайминговый стан. Вообще. Заберет тут руму. Так, у нас тут за тавром драка с некрофотцем и его походу добьет, да, так получается. Как же этот некрофос подфиживает? Что ж такое? Три фрага на нем уже сделали. Ну сюда должен подтягиваться дезраптор. Почему его тут нету? Или некрофос должен куда-то смещаться и вместе со слордаром и дезраптором наверное пробует на топе загнобить луну. Я не понимаю почему он из раза в раз возвращается и при этом умирает умирает еще раз умирает. Что-то явно идет не так. Так, планы как-то поломались. Волкер подфармливает крепчиков. Неприятно ему стоять против снайпера. Так, статик фью странный какой-то вставит. Омник. Бежит спасатель. Ну что, неужели он будет просто заходить в ногу? Да, будет заходить на снайпера. Глимсует Омника Омника. Омника он у себя? Нет, не кинул. Ну, снайпер все равно отъедет. Пуррификейшн? Нет, даже просто руками забирают. И скороп очередной фраг сберет. Мега килл? На восьмой минуте? Серьезно? На хардлайн? Скорпе. Ох так. Даггер уже не за горами. Опаньки. Вот виверну сместилась и до свидания луна. Так вот тоже допускать не стоит. Так, подкоп очередной по лайфстилеру. Пуррификейшн отлично и теперь скоро. Просто пытается улететь и и дамэджи не хватит просто руки. Двух ударов не хватило. Одного от скоропа, одного от Омника. Домбофраг. Ну что поделаешь, они действительно бьют достаточно медленно, да и не сказать что сильно больно. Вот с лордара от 1100 золотых до дакера, а вот сент кингу остается всего 400. Ну уже можно будет куда-то прыгать. Единственное, что эпицентра нету, но это дело поправимое. На восьмом уровне можно будет взять, наверное. Или не можно будет. Так, возвращается сюда у нас пешком лайфстилер. Прилетел наконец дезраптор. Будет попытка что-то организовать. Умник вообще уже по тавр лезет в наглую. Подкоп по некропосу. Парификейшн. Отлично. Больше покопа нету. Репел. Ну и теперь Омнику надо пытаться как-то уйти. Он не уходит, он просто кидает ТП, сбивает его глимцом и что ж ты будешь делать. И конечно было бы странно, если бы его отпустили. Это вот серьезно. Санккинг, санккинг. Не перенаглеешь ли ты так у нас с Сэмблокером дракой? По итогу... Серьезно? Стоит снайпер, снаряжает ультимейт и Мблокер закидывает ему за спину Сэмстрайк? Ошибочка. По итогу даже в размен не ушли. 400 золотых подарил снайпера просто на ровном месте. Снайпер по итогу пока мид выигрывает. Драгонлэнс будет пытаться себе приобрести сразу же. Ему наверное ПТХа летит. И там судя по всему еще один Бэндов Овенскин. Да, нет фэззы тут. Окей, будет просто бить больно. Лабуди лабудай. Некрофус. Опять прилетел на низ. Так, Сэмп Кинг. Даггер имеется. Эпицентр имеется. Нужно куда-то влетать. Вопрос куда? Пока не спалил даггер, можно попробовать в команде присоединиться и отправиться за Слордаром. Слордар получает сетку. Эклипс, да ладно, и умирает. И атак сразу же в миде на снайпер. Он потерял огромное количество хп. Еще один удар нужно сделать. Хоть кому-то он отъедается стиками и замедляет его финал. Хаустик финал. Да, неприятно. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Омлет. С армлетом он станет поплотнее бить, станет больнее. И единственное, чего придется дождаться это... Топснадаггер на Слордаре. Который, кстати, уже вот-вот появится. Вот такие пирамиды. Так, 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 так. Некрофос сразу тарится в пайп. А кто у нас в Мекку? Раптор нет. Нет. Нет, нет. Размейки решили играть? Окей. В принципе, против луны... Да тут Волкер и Скорб. Ну да, действительно, пайпа тут побольше только. ТП на топ. Некрофос. Глимс. О, луна отъехала. До свидания. Да ладно, пережила ульту Мекрофоса? Магиот. Ну ладно, это все равно не спасло ей жизнь, но все-таки приятно. Хотя бы 10 лишних секунд мне придется сететь в таверне. Но фраг есть фраг. В золото кучу отдал. Что поделать? Пайфстиллер пытается забрать переманенного хрипчика, чтобы это я вообще потерял. Так, у нас Скорб влетает. И да ладно! Ульта Виверны! Зачем? Эпицентр же кастовал Скорб. Они же должны были друг друга предупредить об этом. Ну ладно, прилетает снайпер. Две шрапнели пытаются добить у нас Виверну. Заряжает ультимейт. И ставится у нас пауза посреди драки. Окей. Окей. Отжимается снайпер. Дадут ли ему зарядить ультимейт? Да, дают. Виверна отклепитает. Отлетает. Микрофис Скорб. Луну отсюда, по идее, тоже не должны отпускать. Да, прилетает Смэш. И снайпер трипл килл. Неплохо. Неплохо. Ну вот ошибка. Вот почему не пикают виверну? Вот потому что вот такой вот один нелепый ультимейт. Ультимейт. Больше половины эпицентра ушло в никуда. К тому же скорее всего кусок статик шторма не выдал свой дэмэдж. Ну и по итогу проигранная драка, потому что слишком много способностей ушли в молоко. Попытались подцепить Смэн Уокера, то что попытались. Прилетел Слордар и помог тут, пригвоздил его. Да. Теперь уже Нинбукер не сможет прятаться. Даггер на Слордаре. Сейчас будут конечно реализации. Куда подкапывать сейчас скорб? Серьезно? Так ошибиться. Ну ладно. С кем не бывает. Кем не бывает. Дезераптор бедолага. Четырнадцатая минута у нас идет. Он даже Аркантапки докупить не может. Все ворды ложатся на него. Ну что поделать. Некрофос. Четвертая позиция. Пармит себе Пайп. Будет пытаться пережить прокасты. Помочь своему коллективу переживать это же прокасты. Девалейтгейми, на мой взгляд, все-таки Пайп посерьезнее смотрится. Рота-та-тра-та-там. Мы везем собака-та. Дезераптор. Может ворды нужно забрать. Она, кстати, скоро ему будет лететь. Осталось 150 золотых Даркантапок. Мы болеем за Дезераптора. Он покупает смок. Окей, 200 золотых Даркантапок. Так, можно их никогда и не купить. Скорб подкопал у лайфстилера. Зачем? Просто подкопал. Просто не спрашивайте. Формит. Формит Юла. В принципе, неплохо. Этим. Рррр. Ррр. Слардар. В смоке, вместо с дезераптором ищет себе цель. Не вижу целей. Да, Слардар? увы на топ никто не пришел все снизу пытаются подцепить лайфстиллер а по итогу снайпер по идее должен на топе мышку снести снесем а тут вышки 3 нету окей тогда что вы на топе в принципе забыли так порт тут пытается подбайтить нагло форме все дела вот что-то чувствует у нас мы коллективой по итогу драку за и выдели все что у нас по графикам и по графикам у нас ведут а лакрити гейминг по золоту чуть меньше двух тысяч по xp чуть больше тысячи вообще не преимущество но с другой стороны над ворс и у лакрити гейминг сосредоточен наверное на снайпере и лайфстиллер и числа рнар там несколько золотишко вот это примерно так же так подцепили луну спрятали до свидания луна хотя поцелили неплохо выдали ей мой какая хорошая инициация насландар с пожар отъехал пытаться добить луну луна разультились или надо добивать лайфстиллера отлично фраг написан все живые практически даже целенькие подцепили еще и некрофос некрофос летанул в репел и это очень прискорбно добьют он отсюда не уйдет минус 3 по итогу великолепно луну спасли просто великолепно я уже ее похоронил серьезно golden brace плюс репел и ты просто неуязвимый стоишь и хилишься вот это вот это я понимаю спасение века да круто потиху пушат 1 тару пока что конечно но уже хоть что-то можно попробовать умеет выйти всей команды аналогичным образом действительно что не потратили ту луну которая катывается там полтора минуты нет ни полторы две для даже чуть больше 2 минуты 20 секунд кей давно и на луне видимо не играл бывает бывает давайте может посмотрим что интересно у нас по уровням а ничего в 15 уровне по появляются посмотрим какие таланты возьмут хотя скорее всего снайпер берет хп себе и так спит так спит а там скорее всего хп появится просто чтобы жить подольше вряд ли он шарапнель возьмет 20 дпс а на core снайпере шарапнели если бы они еще стакались то есть можно было закинуть три шарапнели разум тогда да был бы в этом смысл особенно с талантом на еще дополнительно кучу шарапнели было бы круто конечно но увы ях пластили к себе вывозит изолятор сразу же давайте вот так он глянем что появилось ничего не появилось даже худо у микрофса все еще грустно не понял сразу рецепт пайпа хочет купить или я не понимаю но любые золото на то чтобы докупить кольцо двою а яша все конечно круто эпицентр раскастовала на скорбь и подкапывается снайпер однако там контрациация на луну была и луну возвращают куда-то неведомо куда снайпер практически умер но переживает все таки атаку скорбь одна секунда до штана снайпер заныкался боится боится очень но его нашел скорбь добивает однако в ответочку забирают верно также отправлять саверну по мина это и скорее всего заберут еще и волки рада корзи входить есть и до свидания отдыхать минус 3 по итогу исполнения сплакать гейминг и еще а луну в ответочку кстати говоря пушит вернули его глимсе на поэтому стеснета 2 почему бы нет если в драку не успеваешь надо пользоваться моментом пока оппонент замешкался так 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 же до манты остается считанное золото пара минуты уже будет sound king будет приобретать себе фруставчик себя спасать союзника спасать врываться летать конечно круто такие инициации от скоропа он переживать не может ему нужно что-то на плотность но будет тариться вот так спит но если позиционку не нарушать если будет рядом тусоваться некрофоса подхиливать сейвить его то может быть и выгорит конце концов снайпер который бьет медленно это плохой снайпер снайпер должен устрелять по максимуму однако из плотно что надо что-то делать так некрофос пайп есть и будет сразу выходить ваганин кей лордар выход в бкб тоже в принципе понятненько стиллер докупил себе наконец изолятор и планирует акцент тоже вполне себе стандартно хотелось бы чего-то новенькое интересненько но пока что смог ганг есть инфес здесь смог даггер все для идеальной атаки скоро палец мог нужно улетать улетает за ним летит газ пульс но по итогу смог не не было результатов интересно в кого будут угрыбаться ворвутся в луну ее спасут через колден брейс и банальный репел ворвутся в омника спасут через колден брейс ворвутся в верну омник поцелет скорее всего ультимейтом что делать как быть даггер только один с лордара дуба там не знаю дезраптора еще можно было бы говориться кстати подцепили у нас инвокер инвокер попытался пастись но в принципе без прожал скорб теперь будет пытаться тоже убежать зацепили застами кого-нибудь нет никого до стами не сцепили а почему тогда а станка летел скорпу поднял себя ветра скапываться нужно отличный из-под статик шторма из-под статик пилда отлично однако микрофис отъезжает вот о чем я говорил ульта омника колден брейд все делай что хочешь пластиллер пытается добрать тут все-таки скорпа скорб очередной распределся в инвис на у нас пытаются еще и лордара забрать дезраптора что-то всех забивать всех дезраптор умер слордар пока живет эпицентр раскастовал скорб нету и отсюда улетает только слордар да не сказать чтобы хорошо драка прошла хотя сами инициировали вроде бы прыгнули на инвокера попытались забрать скорпа и по итогу поплатились тут реально омник и верно просто чпдл спешат на помощь на кого-то атака вот вам и пультики и репел и колден брейдс и ультимейт и все лишь бы никто не умер ульта от снайпера полуне лордар как-то ворвался мы не туда стану и долл череда tower потеряли целок расти гейминг и теперь же не нужно как-то задумываться о том что делать но у дазл принципе отыграли все что проигрывали не уже практически семь с полом тысяч везут по лот и почти 10000 по эксперт что по уровням 15 и уже у да ладно пятерых персонажей снайпер взял себе хп-шечку как и предполагал инвокер форджи нет не форджи 225 процентов экспы очень-очень-очень хочет выйти в 25 левел идем дальше лун берет себе хп-дэмодж снайпера видели life stealer kills attack all stats и все получается все ну что же луна конечно зарабатывает огромное количество золота в таких драках так подцепили дезераптора станчик а кто-нибудь поможет теперь уже цепляют карпа добивают его life stealer зашел сам static шторм но добивает в нем с карпа и виверна окей минус 3 по итогу еще инвокеры вернули станции выделон а коррозе в хейс успеет ли нам просто бринка вот какая нехорошая позиция ну ладно крошек но дефицит его не получится этот дезераптор казалось был ватный персонаж скупает варку я дни аркан тапки но поставил ультимейт и приговорил трех персонажей вернул скопа и у меня это круто ему бы еще до герочек чтобы успевать везде и всюду также накрывать ультимейта не дать спасать луну там какую-нибудь не знаю омника еще кого-то импровизированная атака будет или импровизированный куш сруны иллюзии можно действительно кучу клонов отправить достаточно быстро так отдыхать полетит кто-нибудь с лордар вместе с лайфстиллером бегут сломя голову найдут ли они луну ул он делает это остался инвокер блинкаут вис не найдут пастиллера тоже понимают влазит и пошел так лайфстиллер приобретает себе диффузел блэйд круто сбрасывается к но для диспал то есть только ради вультима это омника получается виверна люста контролит это все что-то даже не задумывался о том что не диспалится у нас колдом брейс прикольно бай не контрится что я могу еще сказать репел не снимается колдом брейс не снимается при этом колдом брейс вешается на репел офигенно просто спасти рядового брайана кинуть две способности чтобы отогнать и понятно ладненько все формят луна тут опережает снайпер уже уж на 4000 прикольно что по закупкам инвокер планирует аганим омник растерялся вообще не знает о чем думать линза будет приобретать себе верно дезераптор тут страдает дезераптор страдает однако купил себе клоку и надеется что хватит перспективе золота на глимер кейт кей 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 дальше бкб с лордара уже имеется фруставчик в планах лейф стиль дыр как поехать сабли а уже передумал купил себе диффузел blade и так нашли луну луну подцепили есть коррозив хейс просто умник приезжал префекий шин префекий шин репел и все теперь уже все вынуждены убегать сами да ладно лун искать и уже о паньки а вот эта проблема уже не отпустят отсюда лайфстиллер а минус два по итогу хотел сами пришли еще и но не умника просто гремится 0 и это луна сейчас просто слишком плотно и мы видели вот эту импровизированную атаку уже просто не хватает дамаги лайфстиллер несмотря на их саблю и наверно самая большая проблема это тип за который честно я не понимаю против кого куплен серьезно единственное что сбрасывает диффуза это у турника однако снайпера поцепили и до свидания снайпер тут еще некрофоса можно попробовать забрать и за медлом он бим торнадо скорб сюда также влетел подкопал до свидания никого уже не должен отпускать да ладно ушел золкер поднял ветра ушел сюда кей вардар влетает пытается забрать он забирает инвокер однако омника нужно попробовать вернуть не получается статик штурм по итогу простоял полезно не очень долго и все до свидания словом нет он отстанялся и пытается убежать но есть нет арктик беру не поможет тут слишком он шустрый первое использование бкб за него умер инвокер луна если сейчас прикупит себе бабочку на которой она кстати говоря и копят себе я будет просто не пронять 22 собственного армора даже 23 уже докупит действительно себе галсон будет там больше 25 25 25 так себе еще взяла 3000 хп такси на секундочку бабочка сатанник три с половиной к хп дикий отжор дикая плотность миссы просто пошел пушить вообще план капкан не хватает только не знаю сатан тарарская но это уже совсем будет и все это вот представляете влетает на тебя вся команда там тратит способность а потом какая-нибудь и верно ставит колды брейс не откиливает тебе плохо пора там четверть общену все равно дофига получается на четверть и уминает стрекла но это вообще избрат но за поработает делаешь нужно начинать действительно дезраптору как-то подлавливая наверное или виверну или омника а во второго из саппортов должен влетать с лордаром вместе с лайфстиллером наверное только в таком случае не смогут кого-то убить очень быстро ну и луну получается надо оставлять последнего что ли серьезно слишком плотно чтобы и 1 забирать счет хилят случайно весело даже совсем ну что луна доминатор можно менять уже по-хорошему бабочка сатана еще один слот останется на мкб какой-нибудь или криты или бкб или линкен сфера я линка тут не очень да и убить хотя опять таки там есть некрофос на его контртромник одной кнопкой все упирается в то что придется сначала убить саппортов мне лично очень не понравилось бы это ты должен прыгать убивать саппортов когда тебя майнкаре понито просто лупит им дают ничего сделать я был бы просто в бешенство наверное смарт дар приобретает себе курс тапчик сэнд кинг вылов дискорд себя нашаманил что еще так верно тут считаю что тут ворд стоит что ли так волкер ничего нового его мы видели ага не видели даггер тоже санкинг своего дискорд даггер верно хрустов до хрустов о некрофоса гоним летит вот это круто там вот как будет вообще мизерно 18 правда нету так что наверно секунд 40 50 сколько 40 действительно так что еще пропустили снайпер будет тарить себе монта ставил серьезно от кого скинуть cold snap и все нужно клонову снайперу это такая уж сильная штука на рейндж большой но дэмэджа 133 а так спит 05 но не знаю сомнительно с одной стороны лишний дэмэдж сбросит с себя агр не знаю какую-то плюху спел за и выездить ну какой стоп purification не за и выйдет это слишком сложно за и выйдет стан тоже сложно но можно за и выйдет 2 верно и такое себе счастье бим луны не за и выйдешь подловили и лайфстиллера походу вынудит его сейчас байбекаться а у него то байбека нету с лордара подкопали рипа на скорпет бим колд снэп ну сладо нужно отсюда идти слишком быстрый что попытаться инициировать в луну сейчас хотя кати ты какую тему это у нас прилетел без волнника пушите часто стоит да ладно еще и виверную дадут ну сейчас надо просто уйти просто уйти к итогу как таковой атаки не было не реализовали не то что у лайфстиллера поцепили атаку с лордара с лордару очень больно со страхи сюда также прилетать и бкб был прожат зря лишняя секунда будет не уже не будет на бкбшке снайпер будет пытаться забрать у нас скорпа заряжает ультимейт и пуля прилетает работал на этом пытаются да ладно луныши заберут дезераптора static шторм ставится однако это не спасет да и луна еще раз уйти лосин как же больно так же больно бедному хотя нет больно все-таки не фрага все но она еще просто переключается и в нагло убьет лайфстиллера и всего минус лайфстиллер мобиль мобиль давай нет нет мои нет перезагрузки бы да ладно он не пережимал 3 полкил для луны минус 4 байбеки только у саппортов по моему некор есть у снайпера даже нет все ну стартар сейчас ресница байбек у него еще будет если что там потеряли только пока еще ладно вот что делается там 3 300 хп 3 300 пт-шка на ловкость еще переключить три с половиной тысячи и это еще доминатора в слоте это можно еще поменять драгонлендс на что-то посерьезнее я не представляю что серьезно вот просто зашла убивает слордара под тавр переключается в тавр тавр страдает сейчас выйдет это минус сторона посмотрите что творится с некрофосом чуть-чуть бы еще детекция какого-то не знаю центре уровне даст и прожать страна упала нужно отойти теперь репл на репл не повесил омник ну да ладно пережила это все дело луна репл только сейчас и выбирает последний барак нужно пытаться отойти прожимается ультимейт от снайпера подхил какой-никакой и луна переживает однако умник тут остается пол смерти храбрых послу ну и хорошо 5500 ч у него на руках чтобы она не продала доминатор или драгонлендс это по-любому еще один слот подцепили нагляемся чуни бокер у него слишком мало маны нету маны вообще ни на что и еще один фраг вот это уже круто подцепить не получится у нас от пинга если бы эта пуля с честно клюк добила было прикольно нет сын кинга все-таки поймали коррозив х есть и мужа не спастись отсюда чуть и мы получает от некрофоса минус 3 на развороте по итогу написали нас алакрити гейминг но отыгрывают 3000 приятненько но страна упала упала луну убивать неким просто неким прискорбно нужен мкб лайк стилеру но он тарит секундочку это бкб серьезно ну ладно будет дольше в бкб бегать 15 секунд неуязвимости потом 5 секунд по моему побегать они отслушать если он прожмет рейдж после рейджа вот секунда в секунду бкб а потом еще один рейдж красота 22 секунды бегать невеземости способностям но поможет ли это против луны опять таки вот этот персонаж 250 урона три с половиной практически тысячи хп бкб миссы атак спид великолепный клоны атака по площади если подходит два персонажа к тебе плотно и просто как и конкретно нужен здесь вот мкб и обисал но диффуза мне кажется с лордар просто с лордар лайфстилер не в курсе что диффуза там пофикшены я думаю что должен знать не все-таки интересно с какой логикой были взяты диффуза серьезно вот ради ультима это умника только один слот простой там сколько три с половиной тысячи 25 ловкости 10 интеллекта замедло сомнительно даже слишком манки кинг-барк на не наконец будет приобретать себе лайфстилер но плен слишком дорого слишком мало золота у него сейчас на руках сколько он пять с половиной тысяч стоит 5 400 еще четыре посаря луна забирает собираешь и к если решено не отобьют эту луну придется убивать дважды спалили надо влетать не успели отдают айгерский окей наш лордар врывается спасает по сути дистратора штатик шторм ставится но луна просто под репелом ей все равно и вот подошли с лордар или нельзя вдвоем подходить под луну просто нельзя но убила двух коров ну и не уйдет отсюда хотя добивают луну окей теперь можно попробовать подраться снайпер может наяривать вполне себе хотя его тут гоняют по черному эпицентр если сейчас шеста нам подкопают меня снайпер отсюда тоже уже не уйдет до свидания что по байбэкам снайпер нет байбэка с лордар лайфстилер нету просто идти заканчивать вот подошел с лордар лайфстилера вдвоем как они быстро отъезжали от этих глыбов если по 10 лордар накинул там коррозив хейс и отошел и лайфстилер соло пытался бы разобраться может что-то получилось но нет единственное что хорошо луна отправилась в таверну и пуш не будет таким уж быстрым один ford что лька идет два саппорта кушать лайфстилер а лайфстилер дезраптор убит господи как же так быстро было не слушаю инвокер со своих плюхой в 400 практически пушу достаточно активно а он переключает сферку дома привет даже не знаю что профит не так с лордар врывается с бкбшки пытаются срезать омника умник умирает достаточно быстро окей продолжают на виверну верно должна подкидываться в холодным брейсом и нужно спасать а вот сейчас уже не нужно было хотя инвокер в принципе не получил продолжение атаки лайфстилера на развороте пытаются забрать стандар врывать стан по троим отлично пытаются было просто все бкбс лайфстилер пробегал никого не биф еще и ульта от лидер снайпер по итогу даблкил что-то вот я не понял чем занимался лайфстилер когда увидел как он крутится просто вокруг закопавшихся слад ладно луна короче по итогу забирая сначала с лордара теперь пытается забрать еще снайпера снайпер пытается нет ничего не сделать просто умрет просто умирает в круге манюш у них гем 6 конечно эти драки выкупается снайпер делать по-хорошему когда был прожатку лонд колден брейс на 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 инвокера лайфстилер мог нажать заветную кнопку блэкинбара пройти по стенке и дотянуться все таки до виверна забрать ее продолжить как-то файт но по итогу нажал пока бы реально крутился на месте пока ждал как когда кто-нибудь просветит с корпус глупая ситуация получилась крайне глупая ну что поделаешь что у нас на графиках хотя там в принципе достаточно очевидно что у нас ведут но удался у 15000 поэкспе кстати говоря все в нуле идет наверное там 25 уровня куча ну да инвокер луна уже 25 снайпер уже тоже приближается к этой отметке постели рвот второй скорбь 23 а почему так мало а там саппорт и 16-18 уровень саппорта по экспедиции ладненько давайте наверное пройдемся по талантам инвокер blast мы видели на двадцать пятом и 7 статов на двадцатом хорошо луна на циска всем статам еще уплотнилось снайпер взял себе 8 армора чуть плотнется тоже все в плотность выходит скорб как вся дела 120 гпм а сладкий себе ищет хорошо хексик планирует вообще великолепно мне так нравится когда саппорта или хардлайнеры покупают хиксы действительно этот артефакт как-то зря игнорируют на просто не одна кнопка может переворачивать игры и это текст не нажатая bkb врыв который просто прерывается этой одной волшебной кнопкой и все драка может пойти абсолютно по-другому сценарию волкер уносится тут то я действительно что упал неприятно сатан себе планирует луна это будет 3 600 хп они там же обрелаться убрать немножко что творит луна сторонам вы видите бкб прожала зачем то но на ней репал весел очень товар добила надо отойти дождаться пока откатиться репал хотя бы с репалом зайти и не слушать снайперу не достает дома я где взять золото на мкб снайперу и лайкстиллер а еще желательно один слот дополнительный подраться придется хорошо луна ждет бкб через 30 секунд будет повторный заход на топ видимо вот тут на самом деле ничего интересного есть посмотрим тала 7000 на руках уже те штук не обратил внимание где ну лишь только что 5000 где ты берешь деньги луна расскажи мне я хочу тоже столько зарабатывать лайстиллер даже в леса не ходят оформить страшно весь полный тысячи на руках вот кстати тоже интересно слот себе очень надеется прикупить дизраптор то ганим может реально спасти игру но золото золото на саппорте на саппорт дизрапторе 5 позиции нужно еще 1700 получается делиться только золото бкб луна судя по всему откатилась снайперы поцепили на юл подкоп отлично и нужно не отпустить просто вижу где детекшен с лордара просто замедляют выпросили скорпаска попытаются выхилить луна сражается на мужика против всех лайфстиллер у не достает дэмэджа полка по только снес байбэк практически сразу с лордара врыв никуда по итогу хотя нет подцепил инвокер он выкро отправляется в таверна 130 секунд но в принципе отбили атаку хорошо правда байбэк лайфстиллера был наверное лишним луна после прожатого бкб уже второй раз сразу же бежит из драки не дожидаясь ничего не репела прочего на этот тревожный звоночек на самом деле если не дожмут сейчас но у дозу не могут слить они могут реально слить до проиграть в такой ситуации было бы обидно наверно 23000 по золоту снайпер забирается вместе со сладаром по стилеру надо во первых мкб во вторых терраса в третьих куда-то деться внизу где это все хранить мой бык этому ну хоть что-то приятное какая-то у нас такая скучная игра началась поначалу она была активная активная сейчас все боятся но на кону конечно выход по сути закрытой квалификации поэтому рисковать не хочется но с другой стороны луня надо дожимать надо дожимать снайпер мкб приобрел себя по сути здесь нашу байбэка не будет но если стоять далеко и действительно просто для от пушек купать то мкб просто обязательно началу на на пофиг будет бить 4к хп она даже без таком тревола просто лежат в бэкпаке нужно сейчас ей дать эльбис и пусть кушать себе серьезно это будет реальный издевательство над оппонентом стоит луна 4000 хп просто пушится и с сатаником кстати сбк башки то есть я не знаю да и без действительно остается ей сыр при этом для инволкера ну что и пуш очередной потопу посмотрим что он будет 3000 на руках присутствует байбэк есть золото что по байбэкам у нас у аллакрити гейминг некор 10 раптор есть все в этом снайпер все-таки купил себе манкикинг бар но я его прекрасно понимаю луна и надо хоть что-то делать ластиллер сейчас больше такой танк инициатор что ли получать потому что у ластиллера байбэка нет хотя четыре минуты табайбэка еще почему бы не потратил золото луна просто зашла и пушит ну вот опять просто спасли кидают и репелл кидают колдом брейсона откилилась стоит дерется против всех врубает сатан ну что и не плевать она просто бьет и ее бить уже не хочется вас или пытать хоть что-то сделать поэтому ничего не получается дня это гигант вот эта луна это очень плотное завращение которое идет и заканчивает игру пошла на низ плевать ему драки нам прочь и просто пошла заслушала мега-крепы да я говорил о том что стоит агресси гейминг набрать плотных персонажей в итоге у нас луна оказалась плотнее все так сатаник прожата удастся ли выбить аегис да иегис она разменяла снайпер в конце концов много дым же сейчас обливает ну что и сейчас вчетвером нужно пытаться ее забрать еще раз уж пытаться четвером то можно забрать она даже бы к бы не нажимал байбэк есть оппонента мега крипы пушат и выйти они с базы не смогут снайпер держать может один лайм лайфстиллер мкб себя практически нет еще полторы тысячи дмкб не говоря уже о том что ему нужен какой-то battle fury или мил мир чтобы отпушивать лайн и саппортом нужны мил мир и рефрешер на микробусе нагоним дезерапторе вроде бы и крутые артефакта крипами что делать все опирается в один простой вопрос что делать и на перепады снайпер отпушивать крит на себя приобретает но урона у него теперь много однако две тысячи хп и мега крипы ускорб у нас рискует потихоньку 7000 на руках кстати говоря он может себе позволить хекс одним клик кликом купить продать стики взять хекс и приговорить кого-нибудь случайно луна что ты себе будешь покупать hurricane пайк она она будет приобретать себе кирасу у нее 30 армора и она берет себе кирасу а может она бабочку продаст и возьмет кирасу как бы вынудил оппонента набрать себе манки кинг баров потом продал поменял слот уже на носов нет серии делать а теперь что хотите будет круто если это произойдет и да она продает бабочку и берет себе кирасу мы там просто жесть лайфстиллер потеет вофармливает манки кинг бар 500 золотых уже плевать на mail что мир и прочее на отпушь оставляется на снайпера а там больше нету бабочки до забавно ну что будет ли это последняя атака или сначала так она то чтобы снести т4 потом атака на чтобы попробовать снести трон так подцепили у нас микрофос микрофос отъезжает бэйбэк не хватает 200 золотых выбили ген такая себя потерян на такой минуте то что микрофос со своим рефрешером без бэйбэк а вот эту проблему 80 ну что луна просто стоит и бьет бьет что что под руку попадется снайпера танкует плевать или на всех стоит пушек плевать на драку которую там организовал с лордары нет не плевать она все-таки идет в драку нужно прожимать сатаны бкб бкб есть так ультимейт прожат у нас умником спасли луну окей хорошо в принципе оттягивают тут нет а нынче и от луны отсюда должна просто уходить скоро помни как лукер с лордара заберут скорее всего да стендер пока живой снайпер тоже пока живой т4 последний стоит пока еще терпят более-менее однако врывается скорбь и поэтому сейчас у него начнутся проблемы не отходят на форстафе локер поцепил дезераптора дезераптора можно попробовать и забрать что-нибудь еще накинуть в спину и до свидания дезераптор должен будет отходить хотя пулю сейчас спину получит и виду свидание богом да ладно спасли его при полновесили но и луна просто заканчивает отхилили и и сатаник если посмотрите лайфтилер пока бежал до луна плохо картера ну и луна просто пушить плевать что делать с такими лунами я честно мани приложил вообще даже таких лун никогда не видел 4000 хп практически армора под 40 ее оппонентов на просто все кисть дамагер и снайпер и лайфстилер из лордар ну что же поздравляем мы команду но удавил серьезно они показали нам какую-то невероятную дату вот такую луну вы хочется видеть почаще не саду демон вот этот вот который а бузерский скучный который уже надоест успел в прошлых патчах и вовсе еще будет и обузят вот такую луну которая просто идет и сражается на мужика со всеми кто попадется под руку ладненько но у дазл мы уже будем встречать получается в закрытых квалификациях будет интересно за ними понаблюдать а с вами был вопошаду подписывайтесь на социальные сети которые будут сейчас запущены в комментариях ну и конечно же до скорых встреч